Добрый день дорогие зрители канала Садовый мир. Каждый садовый огородный сезон обладает какими-либо особенностями и год на год не приходится и мы мужественно все преодолеваем все что не выпадает на нашу огородную долю конечно же этот сезон не стал исключением был неблагополучный старт и подтопление участка и промерзшая почва и отложенный старт высадки рассады в итоге переросшая сама рассада которая как и говорила обнять и плакать и тем не менее мы все преодолели погода наладилась и мы даже уже две волны жаркой сухой погоды благополучно преодолеваем и я как говорю что все складывается на середину лета благополучно мы благодарим себя сорта гибриды которые работают на нас на наш урожай за работу на наших урожайных грядках собираем уже щедро урожай раннеспелых культур и конечно же сегодня хотим поделиться с вами радостью что у нас получилось и что нам в этом помогло в нашем садово-городном хозяйстве четыре теплицы и каких только культур в них не растет мы стараемся регулярно показывать вам все от начала до конца в течение всего сезона вот я стою в тепличке где у меня расположены посадки томатов черри дыньки и конечно же перцы ведь такое своеобразное огородное братство и все растет благоухает уже близится конец июля и вы посмотрите совершенно здорового листва на всех культурах уже краснеют гроздья в нижнем и среднем ярусе на томатах черри посмотрите вокруг меня тоже уже все грядки окрашиваются красками в нижнем ярусе у меня лежат уже дыньки подвязаны и перцы даже позднего потока наливаются урожаем что нам помогало в наши непростые моменты конечно же в работе над рассадой в подготовке ее к высадке нам помогал вот такой препарат вл-77 мы вам его показывали он помог нам справиться со всеми негативными процессами и проблемами на старте сезона именно в при подготовке растений к высадке для адаптации после пересадки на новое место делали рабочий раствор и добавляли уже потом по необходимости тот или иной вид микроудобрения того же производителя долл агро вот например на я второй год уже использую второй сезон вот такой препарат каламин бор используя его в баковой смеси с вл-77 что нам дает бор это тот препарат который стимулирует генеративную деятельность ему же одну программу про это рассказывали жара в теплице вот я сейчас смотрю на градусники 36 и это не предел у нас были моменты когда градусник шкалил притянение сетки все это дает кратковременный эффект растений в чрезвычайном стрессе и тем не менее посмотрите все ярусы у нас томаты не заполнены вверху они продолжают свести и даже посмотрите верхних ярусах активно идет зависть это значит что растения справляются а что им помогает справляться препарат вл-77 который повышает стрессоустойчивость повышает урожайность и конечно же работает как адаптоген помогая растению вот в этой адской жаре даже при такой температуре когда стерилизуется пыльца все равно у нас процесс опыления идет а конечно же закладывать новые завязи и цветочные кисти нам помогает каламин бор этот же препарат мы использовали и на других видах культур в том числе и на огурцах перцах ягодных культурах и посмотрите какой результат мы получили давайте пробежимся по грядкам дорогие зрители вот этот тепличный домик с подогревом почвы в котором закопали греющий кабель мы вам показывали не раз уже в течение сезона и сзади меня уже устаревшие уставшие посадки самых ранних огурцов и мы продолжаем с них снимать ведрами плоды зеленцы которые у нас сейчас идут активно в заготовке в том числе и овощные салаты плети уже устали они работают у нас середины мая и конечно же я поддалась на авантюру на ваше предложение посадила третий поздний оборот огурчиков они у меня сейчас в рассаде вот этим огурчиком хотя они еще активно плодоносить жить осталось буквально неделю-полторы как только у меня очередную пару листиков рассада выбросить и их пересажу на новое место очистив грядки и конечно же все начнется сначала с препаратами которые помогут нам от компании до лагера довести сезон до конца до белых мух мы будем с огурцами очередной наш тепличный домик здесь у меня посадки второго оборота огурчиков и арбузы арбузы наливаются с ними проблем в этом году совершенно никаких нет растут и мы им радуемся жаркое лето способствует их развитию а вот огурчики в жаркую погоду немного загрустили в жаркую сухую погоду при повышенной температуре они стали хуже усваивать питательные элементы из почвы грядки мы заправили вкусно они уже активно плодоносит и в какой-то момент буквально на прошлой неделе стала замечать на листьях признаки хлороза достала свои проверенные бутылочки долл агро нас спасал и в прошлом году мы уже показывали как победили хлороз жесточайше на перцах помните белой верхушки в предыдущих программах на старте сезона на в ранних посадках мы тоже очень быстро ликвидировали признаки магниевого голодания на огурцах и на перцах я использовала препараты оракул хил от магния и оракул биожелеза их можно использовать либо в баковой смеси с вл-77 поочередно следуя инструкции производителя есть четкая схема все это в наших программах видели не раз и конечно же что мне больше всего нравится что эти препараты дают уже ощутимый видимый результат после первого применения и дальше мы уже делаем профилактические обработки до полного исчезновения признаков хлороза и в четвертом тепличном доме где у меня посадки эндотерминатных томатов самых поздних поздних посадок тоже все благополучно конечно отодвинутый ста за счет промерзшей почвы немного у нас украл время в плане получения урожая почему потому что мы позже высадили а потом когда на неблагоприятные условия наступили очень быстрые жаркие продолжительные периоды когда томаты находились в повышенной температуре и завязывали первой кистью уже при 30-32 градусах честно говоря я тихонечко как мне муж говорит не стери аня не стери все будет хорошо я стимулировал растение каламинбором и надеялась на лучше и посмотрите вот эти нижние кисти с которой на которые даже сначала и не надеялась они все 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 завязались и честно говоря потом уже когда были промежутки между высокими температурами второй и третий ярус уже прошел более благополучно а сейчас когда снова вернулась жара я продолжаю работу по отросшим побегом не про не вращаюсь с листвой многие торопятся обрезают листву в течение середины сезона не делать этого оголяйте кисти которые расположены в нижних ярусах чтобы они проветривались дышали то было циркуляции влаги именно в прикорневой зоне но не подрезайте под лысого бобика все свои кустики не лишайте растений листового аппарата по нему вы будете делать некорневые обработки мультикомплексом микроэлементов бором для стимуляции самых верхней завязи это будет ваша отрада в сентябре и начале октября когда захочется свежих а не сморщенных томатов которые вы раньше времени снимите с куста работая с овощными культурами мы конечно же не забывали и про ягоды какой урожай клубники мы сняли морозильная камера забита этой ароматной ягодкой до отказа сейчас идет вовсю малина и малина куберлен которую ряд рядом со но видите конечно же в стадии бутонизации я все свои ягодные культуры обрабатывал комплексом микроэлементов оракул мультикомплекс и конечно же давала бор по листу в стадии бутонизации и какой шикарный урожай конечно же все это помогает именно еще в комплексе с агротехническими мероприятиями забываем про полив сейчас сухо малина в этом отчаянно нуждается а передо мной посадки клубники фрига это та самая которая к нам пришла из январских посылок именно из питомника которую мы высадили уже на постоянную грядку и более поздние сорта радует нас сейчас своим урожаем ягодку мы продолжаем собирать совсем недавно мы проводили вам подробнейший обзор перечных посадок на улице конечно же было не все гладко и рассаду мы поддерживали в течение сезона присматривались к потребностям каждой культуры рядом со мной посадки баклажан тоже далеко не все гладко было тем не менее наши растения вошли в темп они уже во все плодоносят перцы посмотрите дает шикарный результат на каждом кусту если посмотреть то многие из перчиков переходит из технической спелости в биологическую продолжают завязывать и подносить конечно же подкормки микроудобрениями сделали свое дело в л-77 помог нам и на старте и в жаркую непростую погоду адаптировать растение вот в непростой период чтобы они лучше усваивали он как насос прокачивать любое микроудобрение по тканям растений повышает стрессоусочность улучшает обмен внутри тканей и плодов и самового растения и конечно же это сказывается в итоге на вкусовых свойствах конечного продукта любой овощ который мы снимали был необыкновенно и бессовестно вкусным рядышком со мной посмотрите посадки баклажанов они тоже отлично себя чувствуют активно подоносят мы уже вовсю снимаем баклажаны и буквально еще пару недель начнем мы уже переработку потому что на основных посадках уже достаточное количество плодов чтобы стимулировать зависть и созревание в верхних и нижних и средних ярусах плоды чтобы наливались крупные плоды нужно снимать мультикомплекс я применяла на обеих посадках и в теплицах в том числе для того чтобы все недостатки которые проявлялись в виде нехватки как того или иного микроэлемента сбалансировать чтобы растение само взяло то что ему необходимо на данный момент это очень удобно мы даем комплекс микроэлементов растения усваивать то что ему нужно и необходимо буквально недавно приглашали вас на июльский капустник показывали какую капусту собираем начале месяца прошерстили все наши капустные грядки сегодня пришла очередь снимать цветную посмотрите какие головки нагулялись а все почему правильно агротехника подбор гибридов и сортов которые отлично плодоносят именно в наших условиях и конечно же чеснок посмотрите мы вчера буквально забрали урожай чеснока он не подкачал ничуть не мельче а даже я бы сказала что в процентном соотношении по величине головки даже больше чем в прошлом году все-таки сухая погода сказалось и конечно же подкормки чеснок культура требовательна к питанию и кроме основных элементов питания ему конечно же необходимо и сера вот я уже сделал вывод второй год я применяю серу по листу кстати сера работает при повышенных температурах я заметил что при температуре плю от плюс 20 по листу если я кормлю капусту картофель чеснок лук урожайность конечно же радует уже второй год я провожу такой эксперимент раньше я серу по листу не давала потом уже проведя в прошлом году эксперимент в этом году закрепила и могу теперь с ответственностью сделать вывод что применение микроудобрения на основе калафермина сероактив отлично сказывается именно на урожайности и на вкусовых свойствах потому что растение которое получает в полной мере все необходимые элементы и компоненты питания конечно же радует нас в первую очередь вкусовыми свойствами раз чего мы их собственно говоря и выращиваем то не из любви к эксусу а что пород порадовать себя своих близких конечно же это далеко не все весь огород обойти невозможно у нас на наших урожайных грядках поспевать множество культур в том числе даже экзотические в этом году не стал исключением детском огородике пышно расцветает овощная клумба 1 2 и всего 9 мы уже начинаем с дочкой собирать урожай а какие кабачки мы собрали в этом году можно носить целыми охапками я с вами не прощаюсь очень скоро мы будем показывать вам результаты по каждой группе культур до конца лет у нас еще есть время и вы все подробно увидите в наших следующих выпусках ну а я могу вам порекомендовать в свою агротехнику включать и не бояться включать адаптогены используйте в баковых смесях с микроудобрениями они очень мягко усваиваются растениями восполняя дефицит того или иного микроэлемента и конечно же растение вырастает качественные дает качественные плоды а это нам собственно говоря и нужно вот такое щедрое вкусное урожайное лето у нас получилось и она еще далеко не закончилась до новых встреч желаю вам таких же урожайных грядок как и у нас